Это невежественно так думать. На самом деле следует знать очень простую вещь, что судьба человека находится внутри. Это тайна, это никто не знает, кроме мудрых людей. Судьба человека находится внутри, а снаружи она разворачивает свой концерт. То есть по факту, по факту, сколько тебе положено было видеть абортов со стороны своей мамы, столько ты увидела. Ни больше, ни меньше. Это является законом. Никто не может в этом мире нам дать то, что нам не положено почувствовать и понять. Ну, допустим, у меня муж, допустим, гневливый, женщина думает, у меня гневливый муж. Но если она отработала эту карму вот уже, по факту, почему гневливый достался? Потому что я обидчивая. Но если я отработала вот эту карму, я перестала быть обидчивой вдруг, я такой стала, то муж не сможет гневаться на меня. Он будет гневаться на кого угодно, но на меня нет. Понятна система, как работает? Человеку нельзя сделать то, чего он не заслуживает. Это невозможно. В этом мире действует только энергия справедливости. Другой энергии не существует в этом мире. Только энергия справедливости строит взаимоотношения между людьми. Это означает, нет никакой необходимости думать о том, кто что сделал плохого вокруг меня. Нет такой необходимости. Надо думать о том, какой же я идиот, если вокруг меня столько плохого. Надо, во-первых, подумать, это какой же я урод был в прошлой жизни, что меня угораздило родиться на земле. Вообще просто на земле. Для начала надо об этом подумать, потому что это не самое лучшее место в нашей Вселенной, веды говорят, для рождения. Ну ладно, Бог с ним на земле. Я дальше не буду продолжать. Подумают, что я как бы против нации, народа. Но нам повезло, на самом деле. Мы родились в человеческой форме жизни. Это большая удача. Некоторые люди не смогут это понять, не изучая веды. Очень сложно это понять, потому что веды объясняют, что душа, маленькая душа, она имеет одно и то же качество и количество как у микроба, так и у человека. Все вот эти растения вокруг нас, такие же точно души. Муравьи, тараканы. Такие же души, просто они имеют другую судьбу. У них хуже карма, чем у нас. У них меньше благочестия, и они родились в этих телах. Там другие желания совсем. Тонкое тело человек, психическое тело, тело желаний. Допустим, вы подумаете, что я фантазер. Ну вот сейчас, до того, как начать эту лекцию за полчаса, я делал прием в своем Краснодарском центре медицинском. Я принимал пациентов по фотографии. Принял четыре человека. И двум из них я провел полную диагностику. Это означает порядка 20 тонких показателей, которые невозможно пощупать. Эти показатели, если одну ошибку я делаю, то человеку делают вред, а не пользу. Дальше ему ставят ветки, кору. И если один показатель неправильный, то показатели коры тоже будут неправильные, человеку станет хуже, а не лучше. В последнее время я ни разу не ошибался. Ну, то есть я четко определяю все эти показатели по фотографии. Неужели вы думаете, что мне трудно понять, что тонкое тело у таракана имеет такие же показатели? Я тестировал тараканов и коров, и деревья. И у тонкого тела, у этих всех живых существ одинаково работает. У деревьев такие же тонкие показатели, такая же тонкая характеристика, как у человека. На основании этого мы составили таблицы деревьев, которые подходят человеку. Совместимость человека с деревьем мы составили таблицу. Порядка 600 видов деревьев протестировали. Те же самые показатели у дерева и у человека. Просто само тонкое тело у человека работает более развито. Но структура такая же. Это означает, что мы очень удачливы. Мы родились в человеческих телах. Это большая удача, потому что в человеческом теле есть такое произведение Шамад Бхагаватам. Оно было написано 5000 лет назад. Это великое произведение, потому что оно говорит о цели человеческой жизни. И с самого начала в этом произведении говорится, что цель человеческой жизни это постижение своей духовной природы. То есть не рожать детей, не устроиться на работу, найти себя в слесарях, в ученых, в бизнесменах, еще где-то, а узнать, что я вечный, узнать, что я вечную, вечную природу имею. Знаете, что это значит в буквальном смысле слова? Это означает, что я должен жить прежде всего, даже не для этой жизни, как минимум для следующей. Даже не для этой жизни я должен жить, а как минимум для следующей. Это означает, что я не должен совершать поступков, которые уничтожат нормальную возможность родиться в следующей жизни, по крайней мере, в человеческой форме жизни, как минимум. Видите, многие люди, которые, вот я сейчас сказал вам, допустим, вот эту фразу, многие думают, что ты вообще, куда я попал, что он вообще говорит такое странное. Что человек говорит, это зависит от того, насколько он себя глубоко понимает, как личность. Вот если, допустим, человек хорошо понимает, что ему осталось жить совсем немного, ну, несколько там десятков лет, допустим, у нас был фестиваль «Благость» недавно на Азовском море. Кто был на фестивале «Поднимите»? Понравилось? Понравилось. Вот, и в этом фестивале, как бы, мне задали вопрос на подобные вопросы, я говорю, мне максимум в жизни, ну, по статистике, осталось еще 15 фестивалей «Благость». Это же немного, так? 15 фестивалей «Благость» и... Это означает, что есть смысл подумать о чем-то другом. Не обустраиваться, как бы, в этом мире, думать, надо все равно хотя бы помереть в двухкомнатной квартире. Ну, зачем мне помирать-то, смысл такой? Вот. Идея в чем заключается? В том, что надо думать о том, что дальше будет, ведь будет следующая жизнь. Дальше следующая жизнь будет. А человек вечный. Кстати, кто считает, что он не вечный? Поднимите руку. Что вот помрет, и все, и ничего не будет. Есть такие? Видите, уже почти нет таких. Кто-то, может, и есть, но он не поднял руку. Он сомневается уже, начал сомневаться сегодня на лекции. Но, на самом деле, мало кто из вас действительно знает, что вы вечный. Потому что, если бы вы знали, вы бы вели себя, как Сергий Радонежский, который думал уже о следующей жизни. В этой жизни постоянно, как бы, об этом думал. Итак, смотрите, то есть, с этой точки зрения человек не должен зачинать детей с чужой женщиной, понимаете? Это уже означает плохая карма. И за это будет отвечать не в этой жизни придется, а в следующей. Итак, к чему я это все говорю? Это все говорю к тому, что человеческая форма жизни очень редка, и мы в ней должны думать о высшем благе. И тогда мы будем счастливыми. Часто люди думают, ну почему я такой несчастный, может, я работаю не там, и все прочее. Понимаете, работа на втором месте стоит, а вот эта деятельность, которая предназначена для человеческого тела на первом месте, и тогда человек становится счастлив сразу же, немедленно. Как эта деятельность осуществляется? Во-первых, надо понять, что это внутренняя жизнь. Вот как понять, что моя мама сделала много абортов, вот как в записке мы на эту записку отвечаем. Моя мама сделала много абортов. Как ей помочь? Ты сначала себе помоги понять, что это твоя судьба, что ты сама, как бы, в прошлой жизни что-то сделала вот такое, что маму такую увидела перед собой. Вот это надо понять сначала. Вот это прежде всего надо понять, потому что, когда ты это поймешь, ты потом будешь думать, как тебе в этой жизни прожить жизнь, чтобы ты такую маму перед собой, которая делала много абортов, больше никогда не видела в следующей жизни. Понимаете, вот для этого предназначена человеческая жизнь. И когда я вот такую фразу сказал, хоть она очень тяжелая для сердца, но она облегчает сердце и делает его счастливым. Вот эта девушка, которая написала сейчас мне записку, у ней в сердце сейчас облегчение наступило. Она чувствует счастье здесь внутри. Почему? Потому что ее жизнь потекла в правильном русле. Надо думать не о том, как маме помочь, а как помочь себе стать таким, чтобы всем помогать. Понимаете, как интересно устроен этот мир? Человек должен работать над собой, и так как мы связаны очень глубоко со всеми остальными, дальше эта работа сразу же меняет всех вокруг. Например, в Ведах говорится, что человек, который осознал себя как душу, избавился от того существования, которое мы ведем с вами, со всеми, потому что если человек осознал себя как душу, он сдал свои экзамены все в этом мире, ему больше здесь нечего делать, и он уходит в духовный мир, и нет страданий. То в этом случае 12 поколений до и 12 поколений после встают на этот путь, высший путь развития, который он принял. При этом он может им ничего не говорить, просто потому, что они его родственники, они получают такое благо.